Субтитры создавал DimaTorzok Зима и рассвет в наших краях не в 4 утра, а намного позже. Чтобы застать первую зарю морозного утра, нам пришлось выехать из Ульяновска около 6. По трассе до рабочего поселка Сурская всего 110 километров. Это полтора-два часа пути. Дорога отличная, а на подъезде к селу так и вовсе новая. Еще два года назад, когда наша команда впервые снимала здесь кругосветку, о ремонте трассы не шло и речи. Сегодня же Сурская заметно преобразилась. И не только в части дорог. То, где мы сейчас находимся, это торговая историческая площадь. Ее благоустроили по программе федеральной. Сейчас здесь располагается много лавочек, много мест отдыха. Современные городские лаунж-зоны, стильные черные часовинки, благоустроенные места для торговых рядов, которые здесь, на ярмарочной площади, находились исторически. Над лобным местом Сурского, похоже, работал опытный дизайнер. И материалы, и архитектурные формы подобраны в соответствии с последними веяниями моды. В зимнее время, да еще и в разгар будни, здесь малолюдно. Но вот в выходные и праздники площадь заполняется народом. Это раньше у сурчан не было места для вечернего променада или большого общего праздника. Некуда было выйти сельским клубом со своими программами. Негде было проводить фестивали и вечера поэзии. Раньше мы это делали в наших зданиях, учреждениях культуры. А теперь мы можем выйти на улицы поселка и с радостью провести время для населения и для работников культуры. Благоустроенный парк переходит в ярмарочную площадь, а та выводит нас на Аллею Героев. Здесь установлены барельефы 12 Героев Советского Союза. Это главная гордость сурчан. Столько не было ни в одном другом районе области. На каждом барельефе имя героя и описание его подвига. Вдоль аллеи высажены молодые кипариса. Еще несколько лет они вытянутся ввысь и придадут этому месту особую торжественность. Аллея выводит нас к площади старого советского образца. Памятник Ильичу, доска почета с фотографиями местных жителей, здание администрации поселка. Но и это место буквально через пару лет преобразится. По проекту выигран под названием Пронзинское кольцо. И в этом году планируется начать работы по благоустройству территории, которую я обозначил. Где также в историческом плане будет произведено благоустройство. Не знаем, запланирована ли в проекте работа с фасадами зданий, но, несомненно, дома, стоящие на улицах Сурского, его главное украшение. Деревянные покрыты искусной резьбой. Кирпичные с виду не похожи на сельские. Кирпич фигурный, выложен узорами. Стены выкрашены в яркие краски. Архитектурный стиль модерн, хорошо известный ульяновцам. Ни в одной Симбирской губернии не было столько домов двухэтажных, чисто городской архитектуры. Здесь проживали в основном купцы, которые приезжали осенью, закупали здесь зерно. И весной река Сурас побажалась. Тогда, раньше, чем навигация начиналась, раньше, чем на Волге, и сплавляли свой хлеб. Это у них был такой небольшой бизнес. Промзино. Именно так когда-то называлось это село. Это был крупный торговый центр и важный перевалочный пункт по вывозу хлеба в центральной губернии. Своим процветанием Промзино было обязано полноводной суре и московскому тракту, движение по которому не стихало ни днем, ни ночью. На этих землях проживали в основном купцы да и местленники. Барашево занимался у нас бандарными изделиями. Это изделия из дерева. Всевозможные деревянные посуды делались, колеса, катки. Село Страдамовка у нас славилось пошивом кожной обуви и валянием валенку. Валяли бойлочные изделия. Славились эти края своими гончарными изделиями. Было тут чугунное производство. Но на всю Европу прославили село Промзино все же не они, а ткань, которую ткали в этих краях. Промзинка. Так она называлась. Из этой ткани шились мужские рубахи, нарядные женские сарафаны, постельное белье. Яркое, нарядное, крепкое. А Промзинке по России ходили легенды. Мужчина в такой рубахе повис на гвозде и висел до тех пор, пока его не сняли. Она была такая очень плотная, что невозможно было просто упасть на пол. Сегодня легендарную Промзинку можно увидеть только в Сурском музее. Кстати, одном из самых богатых сельских музеев в регионе. В здании, построенном когда-то Илье Николаевичем Ульяновым под сельскую школу, сегодня располагаются пять залов истории, народного образования, боевой славы, современности и природы. В последнем коллекция, пожалуй, самая богатая в Ульяновской области. Каких животных и птиц здесь только нет. И это неудивительно. Ведь Сурский край самый лесной, самый дремучий в Ульяновской области. Конечно, в лучшем значении этого слова. Все говорят, что у нас в Сурском лесу есть участок тайги. Это в Кувае. По нашему заказнику проходит южный ареал тайги, где даже произрастают таежные растения. На территории между речи Суры и Барыша располагается сурский заказник. Официально он относится к территории Сенгелеевского национального парка. Простому туристу сюда попасть непросто. Нужно специальное разрешение. Впрочем, человеку случайному сюда лучше и не попадать. Дикий, без схоженных троп, а главное, практически без покрытия сотовых операторов, лезть здесь раскинулся на 22 с лишним тысячи гектаров. Не так давно был случай, когда неместные девушки, по незнанию, хотели сократить путь и предпочли сурской трассе лесные дороги. На то, чтобы выбраться из чащи, им понадобилось несколько дней. Им повезло. На одной из троп они заметили информационные аншлаги. Там был указан телефон егеря. Но и это помогло не сразу. Пойди найди в диком лесу зону покрытия. Хорошо еще, что они местных обитателей не встретили. У нас есть медведи, тоже есть, да. Медведи появились, следы мы видели. Но мне не приходилось самого видеть. Лесорубу видели. Утром рано дорогу переезжают. Едут, вот, медведи с медвежонком переходят. Одного медведя видели. Волки, лоси, косули, глухари, бобры, андатры, норки. Кто в этом заказнике только не живет. За последние пять лет, с тех пор, как территория вошла в состав национального парка, поголовье лесного зверя увеличилось здесь в разы. На поляне у кормушки целая вязь следов. На фотоловушке самые разные гости. А браконьеры есть? Ну и браконьеры есть. Попадают тоже браконьеры. Но браконьеров мало. Потому что мы практически каждый день в лесу мы все это отслеживаем. Да и кого считать браконьерами? Рядом с заказником охотничьи угодья. Возьмет собака след зверя, побежит в лес. Ей ведь не до предупредительных аншлагов. А по закону посещение заказника с собакой запрещено. Вот и грозит хозяину административная ответственность за то, что хитрый лесной зверь знает, где прятаться. Из глухих лесов мы отправляемся в цивилизацию. Причем не в простую, а в обогнавшую свое время на полтора века. Замок в Кезмино. Нынче сельская школа. А когда-то дом купца Крылова. Весьма одиозного, надо сказать, человека. Будучи выходцем из симбирских крестьян, он сумел пробиться до службы в императорском дворце, обзавестись суконными фабриками и стать купцом сразу первой гильдии. После этого он стал воплощать в жизнь самые смелые свои идеи. Например, построил себе умный дом уже в XIX веке. Здесь вот в каждой стене, мы об этом давно знали, в полу тепловые хаты. Откуда они? Из нижнего этажа здания, где установлены две колориферные печи. Это огромные такие печи, там можно было полуметровыми, метровыми даже бревнами топить. Тепло из колориферных печей по тепловым ходам расходилось по всему замку. Система заслонок позволяла регулировать температуру в каждой отдельно взятой комнате. В здании имелся собственный водопровод с холодной и горячей водой. Отделка помещения была такая, что и по сей день ее не берутся реконструировать самые опытные мастера. На полное восстановление хозяйского паркета, например, нужно 10 лет, а технику, по которой изготовлены лепнина, украшающая комната замка, до сих пор никто разгадать не может. Прогрессивным замок был и по своему содержанию. Здесь была своя пекарня, свой игровой клуб, то, что нынче называют конференц-зал, два подземных хода, один к храму, другой к пруду, где дно было выложено плиткой, чтобы удобно было купаться. Взгляды у купца Крылова тоже отличались прогрессивностью. Кристиану, кстати, тоже за труд выплачивали. Тогда это было необычно, хоть крепостное право отменено было, Александр II, но тем не менее, шиповящики-то, крестьяне без земли освободились. Да, шиповщик там, что-то, аренду какую-то, брох. Вот, он все это отменил. Работай, получай. После смерти Крылова его замок достался достойному преемнику. Новый муж его вдовы провел в усадьбу электричество, поставил ветрогенератор, установил аккумуляторную комнату для беспребойного снабжения замка электроэнергии и вдобавок провел первую в этих краях телефонную линию. До нашего времени это все, конечно, не дожило. От прежних времен остался лишь один действующий артефакт. И тот не совсем обычный. Ну, то, что существует призрак, это, ну, лично я вот мало сомневаюсь. Да, потому что что-то все равно есть, что-то присутствует. Потому что есть свидетельство. Вот, если бы этого не было, то можно было бы что-то говорить отрицательно про это. Как и любой уважающий себя старинный замок, Кезминская усадьба имеет собственное привидение. Ее бесплотный обитатель портит фотографии непонравившимся посетителям. Перед теми, кто понравился распахивать двери и окна, однажды он даже напугал местного сторожа. Нашей команде призрак показываться не стал. Поэтому в поисках аномальных явлений нам пришлось отправиться в соседнее село Ружейщина. Эту деревню мы выбрали не случайно. Про нее давно ходят слухи, что живет тут всякая нечисть. Вот только местным жителям эта слава очень досаждает. Да в любой деревне как-то вот говорят, что есть какие-то колдуны. Но вот такая участь и достигла наше село Ружейщина. Ну вот как было обидно, когда вот читать и по радио вот говорили, что у нас в селе вот, значит, колдуны как-то это вот, ну, пятно на село. Ну нет, у нас в Ружейщине колдунов никаких. Ну нет, ну совершенно нет. Ну вот мне 59 лет, но я никогда не видела этих колдунов. Если у вас эта история вызывает улыбку, то жителям Ружейщины не до смеха. Они теперь даже в районный центр не могут приехать. Их там иначе как деревни колдунов не называют. Соседи потрунивают, дразнятся нечистью. И самое обидное, поводов для дурной славы никаких нет. А слухи эти взялись вот откуда. Приехал как-то в Ружейщину путешественник. Подсел к старожилам, а те его заблагурили. Рассказали, что в селе жили колдуны, ведьмы, русалки. Потом история еще раз повторилась. Приехали две журналистки, подошли к местному весельчаку, а тот им наговорил стрекорба. Они и поверили. Люди в этом селе настолько открытые и общительные, что каждый был готов пригласить к себе домой. А одна из старушек даже угостила вкусными пирожками с грибами и картошкой. Найти человека, который бы устроил нам экскурсию по селу, не составило труда. Колдуны? Ну это все сказки, говорит Валерий. Оборотни еще куда не шло. Зверя у нас тут хоть отбавляй. Наверное, в каждой деревне были раньше знахарки, травницы. Нашей тоже полно. И статьи про село Ружейщина. Ох, и досталось потом тому Валерию. Все село с ним в контрах было. Да было бы за что. Просто в Ружейщине живут не колдуны, да оборотни. А люди с очень хорошим чувством юмора. Вот только на туристов им не всегда везет. Те чересчур серьезные попадаются. Верят всему, что им наплетешь. На самом же деле, деревня Ружейщина всегда славилась не бесовщиной, а трудолюбием местных жителей. А еще их золотыми руками. Убедиться в этом мы смогли, заглянув в местный кружок рукоделия, который ведет наша провожатая Галина Анатольевна. Удивительные вещи она делает со своей помощницей и местными детишками. Один из жанров нас особенно поразил. Одна подруга моя привезла мне два мешка лоскутков в свое время. Ну, давно уже. И разноцветных лоскутков. И вот смотрела на эти лоскутки, и в глазах уже в голове были картины. Лоскутничество. Техника, о которой мы впервые услышали еще в Сурском. Но воочию нам ее удалось увидеть только в Ружейщине. Из небольших кусочков ткани мастерицы создают целые картины. Да такие, что с первого взгляда и не скажешь, из чего они сделаны. Если в первое время материал для поделок был случайным, то сейчас лоскутницы сдружились с мебельным производством. И им в подарок присылают обрезки обивочной ткани. Она прочная, яркая, красивая. Создание картины – долгий процесс. Нужно выбрать сюжет, перерисовать его детали на бумагу, вырезать трафареты, перенести их на ткань и собрать эскиз. Когда мы это все наложили, каждую деталь мы пришиваем отдельно. Вот это все пришивается не сразу. А вот сперва каждая здесь вот веточка, каждый отросточек вот это. Вот все-все-все пришивается все вручную. Работа не такая простая, как кажется на первый взгляд. Детали бывают совсем мелкие. Стежки должны быть незаметными, а прошивать толстый дерматин очень сложно. На создание большой картины может уйти несколько месяцев. Но ученицам Галины Анатольевны терпение не занимать. Их работы известны по всему региону. Они уже не раз побеждали на конкурсах, участвовали в выставках. На продажу не просили у вас эти картины? Нет, нету. Как сувенир такой вот сурский. Ну, как вам сказать. У каждого же района должен быть какой-то свой сувенир, правильно? Где-то у вас такой идеи, что... Ну, нет, мы не занимались этим ничем. И совершенно напрасно. Из Ружеевщинского кружка рукодельниц получилась бы отличная фабрика районных сувениров. В их коллекции поделок не только лоскутные картины. Здесь и сумочки, и тапочки, и куклы, и игрушки. Все такое красивое, яркое, аккуратное. Предложить туристам вместо байк Валерия, и сразу слава, а Ружеевщина пойдет как о столице сурских рукодельниц. И это будет куда справедливее, чем приписывать хорошему севу всякую чертовщину. Так что не верьте на слово заезжим охотникам до сенсаций. А лучше побывайте в этих краях, где самый красивый рассвет встает над Никольской горой, где по тайге бродят медведи, где испокон веков живет талантливый и трудолюбивый народ – сурчане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok